В Башкортостане похищают участников протестов. Российский самолет разбился в горах Афганистана. А вице-премьер Забайкалья поехал воевать в Украину. Всем привет, это новости в воздух на канале Ходорковский лайф. Меня зовут Кирилл Седов. В ближайшие минуты главные новости к этому часу. Поставьте лайки и подписывайтесь, я начну. Силовики в Башкортостане похищают участников протестов в Баймаке и Уфе. Об этом изданию РусНьюс рассказали местные жители. Вот, например, в селе Тимясово рассказали об автобусе без номеров. В него силой затаскивали людей, замеченных на акциях. В селе Ишмурзино вооруженные люди обходили дома, где искали участников протестов. Например, пришли к пенсионерке Рашиде Файзулиной. Именно она в свое время организовала акцию, на которой активист Фаиль Алсынов произнес ту самую речь, стоившую ему четырех лет в колонии. Женщина в итоге не оказалась дома. Вот к другому жителю села эти вооруженные люди применили насилие. Мужчина рассказал РусНьюс, что также они досмотрели его дом и напугали ребенка. Телеграм-канал Алга Башкортостан сообщает, что в республике задержано уже более 30 человек. В основном им вменяют административные статьи, но как минимум четверым предъявлено обвинение по уголовной, 212-й. В массовых беспорядках обвиняют Азата Мирзина, Велюра Карачурина, Ильяса Байгушкарова и Дима Давлеткильдина. Последнего, по словам его жены Юлии, вызвали 20 января в МВД на опрос. Когда Дим пришел в полицию, его задержали. По словам супруги, Давлеткильдин находится в Уфе. Сейчас с ним нет связи, как и с другими задержанными. Алга Башкортостан пишет, что силовики вычисляют активистов с помощью системы распознавания лиц по видеозаписи, опубликованным в интернете. Тысячи людей по всей России и за ее пределами ставят подписи в поддержку Бориса Надеждина, который планирует баллотироваться в президенты. До 25 января Надеждину нужно собрать 100 тысяч подписей по 2,5 от региона. О достижении этой цели уже отчитался новосибирский штаб. Надеждин также поддержал Екатерина Дунцова. Сотрудники ее штаба обзванивают людей из своей базы и предлагают им поставить подпись за единственного антивоенного кандидата. Рассылку с призывами его поддержать пообещал создать и директор ФБК Иван Жиданов. Известно, что подписи за Надеждина также собирают в Тбилиси, Варшаве и Белграде. Безусловно, сторонникам политика пытаются помешать. Так, например, в Екатеринбурге в районных группах синхронно появились посты о том, что стоять в очередях за Надеждина бессмысленно. И люди таким образом только помогут Кремлю выполнить КПА по явке. В подмосковных мытищах администрация торгового комплекса «Красный кит» потребовала прекратить сбор подписей. Якобы этот процесс мешал покупателям. А вот в Новосибирске сборщика подписей выгнали из торгового центра «Эдем» вооруженные люди. Сначала его просили уйти охранники, потом они привели людей в форме и с оружием. Те стали выгонять волонтера, угрожая ему заявлением в ОВД. Молодой человек рассказал, что люди в форме могли быть сотрудниками частного охранного предприятия. При этом нашивки на их руках напоминают «Шеврон Росгвардии». Несмотря на препоны со стороны властей и «Морозы», подписей собрано уже 70 тысяч. Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. 25 человек ранены, среди них двое подростков. В городе объявлен траур. Этот обстрел города стал самым кровопролитным с начала полномасштабной войны. Об этом пишет Moscow Times со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Удар из ствольной артиллерии по рынку «Меркурий» был нанесен утром 21 января. Очевидцы утверждают, что было не менее трех залпов. Российские власти обвинили в атаке Киев. Трагедия станет одной из тем на сегодняшнем заседании ООН, заявили в российском представительстве. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Донецк – это Украина, и украинские войска по городу не стреляли. Группировка войск «Таврия», которая действует на этом направлении, выпустила заявление о непричастности к атаке. Я его процитирую. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении группировке «Таврия», в этом случае боевой работы с средствами поражения не вели. Конец цитаты. Тем временем режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры введен в Ленинградской области. Об этом сообщила администрация региона. Силовым структурам и охране приказано уничтожать беспилотники в случае их обнаружения. Накануне в Ленинградской области в порту «Услуга» на берегу Финского залива загорелся химический терминал компании «Новотек». Вспыхнул большой пожар. Завод прекратил работу. Фонтанка писала, что очевидцы дважды слышали звуки, похожие на взрывы. По информации издания, порт подвергся нападению беспилотников. Пресс-служба компании «Новотек» заявила, что по предварительной информации, цитата, возгорание стало следствием внешнего воздействия. Отмечу, что крупнейшие акционеры «Новотека» — это Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Оба чрезвычайно близкие Владимиру Путину бизнесмены. Российские власти отказались от идеи создания сервиса электронных повесток на платформе «Гостех». В итоге реестр воинского учета фактически будут создавать с нуля. Об этом пишет российский «Форбс» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии. «Гостех» — это единая цифровая платформа для госуслуг и информсистем органов власти. Эксперты отмечают, что она не предназначена для работы с гостайной. Поэтому теперь реестр военнообязанных будут создавать на базе инфраструктурной облачной платформы «Гособлако». Это может привести к затягиванию сроков создания реестра, допускают эксперты. А вот первый заместитель, председатель правительства Забайкальского края Марат Мерхайдаров решил отправиться на войну в Украину добровольцам, не дожидаясь повестки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальон «Ахмат» специального назначения. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте. Ну аминь. Добавлю, что Мерхайдаров не первый российский чиновник, добровольно отправляющийся воевать в Украину. Например, в июне 2023 года в зону боевых действий отправился мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Цены на газ в Европе в этом году снизились на 12% до минимума за последние 5 месяцев. Об этом пишет Bloomberg. Цены на газ падают, несмотря на холодную погоду в Европе и атаки йеменских хуситов, из-за которых грузовым судам приходится выбирать маршруты в обход Красного моря. Причиной снижения стали возобновляемая энергия и достаточные запасы газа. Ну и вот Bloomberg напоминает, что в конце года истекает договор между Россией и Украиной о транзите газа, который, вероятно, не будет продлен. Это приведет к еще большему сокращению поставок газа в Европу из России. И продолжаем европейскую тему. Новый фонд военной помощи Украине может создать Евросоюз. Об этом пишет Wall Street Journal. Инициатива предусматривает, что государством-членам Евросоюза выплатят более 20 миллиардов евро в качестве компенсации за военную помощь, которую они окажут Украине в течение четырех лет. По данным газеты, члены Евросоюза начнут обсуждать новый план уже в ближайшие дни. В том числе, вероятно, он будет обсуждаться лидерами Евросоюза на саммите 1 февраля. Накануне в горах Афганистана разбился российский самолет Falcon. Из шести участников полета выжили четверо. Их уже доставили в Кабул. Это члены экипажа Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов. Два пассажира, Анатолия и Анна Евсюкова, погибли. РИА Новости пишет, что их тела уже найдены. Самолет был заказан для транспортировки Анны, которая тяжело заболела в Таиланде. Причиной крушения стали проблемы с двигателем. Во Владивостоке бушует ураганный ветер. Порывы достигают 29 метров в секунду. Людей на улицах буквально сдувает. Из-за ветра мост на остров Русский закрыт для большегрузного транспорта. Рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов. Студенты Дальневосточного университета и школьники переведены на онлайн-обучение. Это были новости на канале Ходорковский Лайф. Их рассказал вам я, Кирилл Седов. Не покидайте нас без лайка, подпишитесь на наш канал. В 18.00 по Москве смотрите итоговую программу «Воздух». Хорошего дня, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok